кто сталкивается с работами по цветному металлу тот знает вам даст хорошую пленочку он плотный да у него очень хорошая адгезия и снова всем привет вы на канале о н.б. продолжается и по п.с. астон мартин д.б. 9 вчера мы очень устали дядя лишь закончил в час ночи потому что надо было сделать кое-что ну да ладно это мы продолжим чуть позже а с утра для заряда бодрого и хорошего настроения как всегда анекдот дочь приводит семья олигарха дочь приводит жениха домой знакомиться значит да ну и папа подозвал будущего жениха и горит пойдем на кухню поболтаем горит ну рассказывай у тебя есть машина тут ну бог даст будет ну хотя бы у тебя дом есть квартира ну бог даст будет но работа у тебя есть высокооплачиваемый бог даст будет ну понятно все все разошлись доча ну пап как тебе мой то да говорит доча чему чмом но как он меня называет мне нравится ну а теперь тема дня заставка ну дождались мы двери сегодня мы будем примерять пока видео у нас вот такие разборка сборка примерочные да ну кое-что все равно можно ухватить в процессе я стараюсь добавлять какую-то информацию а дверь у нас идет из алюминиев практически как и вся машина да но дверь уже бушная кстати кому интересно такая дверка вот в таком состоянии стоит 500 евро и ехать за ней пришлось почти на границу германии то есть между польши и германии самом конце польши но не суть важно на двери что сразу плохо да для нас для вас это будет лишним уроком а для нас плохо что здесь пузырь дверь была вмята и и и неправильно начали выпрямлять то есть приподняли оттуда не утянув металл плюс она треснула ничего страшного как бы трещина да но не надо забывать что это алюминий и сваркой мы его не заварим поэтому мы обратимся к людям которые нам заварят это все дело аргоном на крыле мы имеем трещину то есть это пролом сквозной это тоже покажу как восстанавливается а также здесь тоже разбито как бы удар скорее всего отсюда вы пришелся потерян кусочек именно этому будем восстанавливать сзади тоже немножко разбит каркас но в пластиковых крыльях пластиковых элементах вообще есть хороший плюс а плюс в том что деталь после удара возвращается на место и основные базовые точки на ней остаются верными то есть после того как вы все обточите заклеите вам легко будет поймать плоскость и несмотря на то что у нас крыло так сильно ушатанно мы не потеряем вот эту граничку то есть мы состыкуем ее нормально с дверью и уже от этого крыла мы будем плясать и остальную границу по всей машине это несомненно является плюсом при одном только названии астон мартин при заезде к дилеру с вас сразу к вашему ценнику умножается примерно на 5 на 10 до мы же рассчитываем с него заработать долларов но и не в заработке здесь главное дело нам понравилась эта машина это интересный проект нам интересно с ним повозиться и мы заработаем кучу информации полезной которая пригодится вам да и просто посмотреть как делается астон маркин я думаю будет каждому интересно так что следите за проектом подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео у нас Продолжение следует... Дверь, конечно, не тотальная, но ожидать чего-то лучше от нее не стоило. То есть мы примерили дверку, немножко у нас вот сюда выходило. Сейчас я вывел зазорчик, чтобы он у меня плясал в плоскости. Опять это да. Чтобы он у меня плясал в плоскости. И здесь у меня вроде бы все хорошо. Это радует. Здесь небольшой бугорок, мы его притопим. Хлопон мы уберем потом. Для чего сейчас все это я делаю? Потому что вот это место... Потому что здесь вот я не выравнивал еще. А почему я здесь не выравнивал? Потому что здесь у нас большой ход крыла. И как оно точно должно быть, я не знаю, пока мы не примерим низ. Здесь у нас нету крепления. Поэтому мы подмутим здесь свое крепление регулируемое. Чтобы мы могли регулировать ход крыла. И закрепить его. Ну, этому мы отдельное время посвятим. Будем делать из алюминия. Благо алюминия у нас сейчас в достатке. Так как у нас есть дверь. И мы можем сделать скобки алюминиевые. Приклепать алюминиевыми клепками. И это нам даст... Что нам даст? Это нам даст то, что наша скобочка, которую мы изготовим, не будет гнить. Это будет надежнее, чем пластик. Функциональней. То есть мы сможем подрегулировать. Тем самым избавим себя от геморроя. Но на самом деле самая сложная работа. Это действительно вот этот процесс, который сейчас происходит. Чтобы снять какой-то элемент. На данных машинах приходится разбирать практически всю машину. У нас снято ток руло. Снято капот. Снято вся морда. Снято двери. Снято этот элемент. Все это для того, чтобы было немножко выровнено. Сейчас, когда мы уже оттолкнули здесь зазор, нам нужно собирать. Нам нужно собирать низ. Нам надо ставить крыло. Возможно, придется ставить капот. Всю машину собирать. Снова выставлять все по зазорам. И убедиться, что все зазоры у нас пляшут. Если же мы этого не сделаем, то эти сюрпризы будут ожидать нас в момент сборки. И чтобы избежать таких моментов и обезопасить себя, для этого машина и разбирается, собирается несколько раз. Это может быть и пять, и десять раз. То есть, после того, как мы все выставим, после того, как у нас мы убедимся, что все зазоры на месте, нам снова придется разобрать всю машину и шпатлевать ее. А после того, когда мы уже все зашпатлюем, нам придется снова собрать машину и посмотреть, не приподняли ли мы где шпатлевкой, не наложили ли мы лишнее. Может быть, наоборот, не доложили, и зазоры у нас не сходятся. А здесь, как бы, нужно делать все аккуратно. И вот эта вот разборка сборки, это неотъемлемая часть, неотъемлемый геморрой нашего кропотливого труда. Хотелось бы отметить надежность самой капсулы, надежность самой стойки. Не знаю я точно, как здесь держатся петли, но обычно, когда гнется петля, уходит и сама стойка выворачивается. Нам очень повезло. И, ну, очень повезло нам в том, что, во-первых, дверь пришла с петлями, да, а вот эти петли погнулись. То есть, от удара их повело, и на 5, визуально вроде не видно, но они на 5 миллиметров разогнулись. И поэтому дверь, когда мы новую поставили, она у нас упиралась, на крыло ложилась. Мы переставили дверь, отрегулировали, и еще есть хороший запас регулировки, где-то на сантиметровый зазор, чтобы толкнуть сюда. А это говорит о том, что стойка наша не поведена, из запаса зазора дверь не выскочила, и это радует. Значит, стойка вот эта у нас целая. А это значит, что есть от чего отталкиваться, да? Ну и сейчас остается самое геморройное. Навешиваем крыло, выставляем зазоры, все это смотрим. И следующий этап уже будет подготовка к восстановлению самого кузова. Это именно шпатлевка. Это именно какая-то дорифтовка, да? Выставление все на место. И шпатлевать мы будем тоже. Об этом будет позже. Шпатлевкой по цветмету. Многие спрашивают, чем же шпатлевать? Вариантов шпатлевки разных есть. Кто сталкивается с работами по цветному металлу, тот знает. Часто сталкивается с таким вопросом, как подготовить деталь, как шпатлевать, и как работать. Вообще порядок нанесения. Ну, самое первое, что вам нужно, это, конечно же, нанесение риски. Крупную риску не надо, 240 вполне хватит для того, чтобы наносить шпатлевку. Многие спрашивают, а нужно ли грунтовать металл перед нанесением шпатлевки? Здесь расходится немножко даже с техничкой. Практика, да, расходится с техничкой немножко. В чем же она расходится? Заводам-производителям ясно сказано, что шпатлевка наносится на чистый очищенный металл. Да, но дело в том, что за время какой-то работы, за наблюдение за машинами, мы пришли к такому опыту, что лучше всего, если у вас зачищен металл, чистый, я про черный сейчас металл говорю, зачищен металл, лучше всего перекрыть его эпоксидным грунтом. Во-первых, эпоксидный грунт вам даст хорошую пленочку. Он плотный, да, у него очень хорошая адгезия из-за того, что у него плотная структура. И он очень хорошо держится на поверхности. Ну и обычно его перекрывают акриловым, потом затирают, выравнивают и начинают, наносят риску и начинают шпатлевать деталь. Чем хорошо, если вы работаете с водой, допустим, на мокрую, да, и вы зашпатлевали на эпоксидный грунт, то при затирке водой, если вы не протрете, у вас вода не контактирует с вашим железом. То есть вы избегаете какого-то риска коррозирования металла. Опять же, сейчас мы говорим об алюминии. Также есть, не во всех линейках, вот в Гинтексе есть, я вам позже покажу, есть специальная шпатлевка, которая предназначена для цветных металлов. Мы пройдемся ей. Чем хорош алюминий, его не надо покрывать эпоксидным грунтом. Почему не надо? Потому что правильно, он не коррозирует ни с водой, ни с влагой. Поэтому с ним уже можно работать смелее. То есть проблем ржавения здесь нет. Но это вот небольшие такие отходы от темы. Ладно, мы пока начинаем сборочку. И вернемся чуть позже к разговору. Ох и сложно эта работа, с болота тащить бегемота. Как видите, машину мы уже собрали, но немножко не радуют зазоры. И для того, чтобы нам правильно сплясать зазоры, надо ее сейчас полностью всю собрать. Но сил у нас уже не хватает. Немножко вымотались. Немножко не можем переключиться на эту работу. Поэтому мы приняли решение на сегодня закончить работу. И завтра с утра со свежими силами заново разобрать машину. Потому что дверь нам нужно немножко назад двинуть. Но чтобы ее двинуть, нужно снова крыло снимать. С одной стороны, это хорошо. Мы натренируемся все снимать, ставить. И у нас уже будут отработанные моменты постановки и установки. И на этапе, когда у нас детали будут покрашены, у нас меньше будет риска где-то что-то плохо сделать. Потому что, скорее всего, некоторые элементы будут краситься снятыми. А это не, скорее всего, а может быть даже большинство элементов. Так как я не любитель красить по... То есть по кантик там заклеивать сзади и оставлять сам переход на краю на торце. Потому что неизвестно, насколько хорошо прилипнет краска на торце. И с торца потом не будет облупляться. То есть, тем более, не для такой машины. Поэтому постараемся... Да, это будет немножко большой кровью. Но это будет качественная работа. И не стыдно будет посмотреть людям в глаза. Машину также будем красить в глянчик. И делать лысый блеск. То есть, для этих машин это нормально. Такие машины делаются без шагрений. И с хозяином посовещались. И будем все выгонять в блеск. Красиво красить. То есть, не будет шагрений, а будет стекло. Ну, а на сегодня, наверное, все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Немножко сейчас раскачаемся. Самое интересное впереди. А на сегодня я вам желаю здоровья крепкого, настроения бодрого. Ну, и, конечно же, добра и бабла. Бабла. Правильно.